Всем привет! Вы на канале Домашние Питомцы, с вами я, Света. И сегодня я хотела бы сделать такую вот интересную вещь, как вы уже поняли. Это яйца курицы. И я хочу эти яйца добавить в мел и использовать в качестве кольцевой подкормки для улитки моей. Но кто-то, конечно, говорит, что яйца не стоит там как-то обрабатывать, типа вот вы там их использовали, промыли, порошочек сделали и дали своим улиткам. Я все-таки придерживаюсь такого мнения, что такие вещи нужно обрабатывать, что такие вещи должны подвергаться хоть какой-то термической обработке. Конечно же, я не знаю, останется ли там какие-то полезные вещества или нет, но я думаю, что все-таки останется какое-то количество кальция, улитка все равно получит эти яйца. Кто-то говорит, что нужно использовать, например, три вида кальциевых подкормок. Но, ребят, если якобы что улитка может не усваивать какой-то кальция, и типа используют там три, четыре, пять видов кальциевых подкормок. Серьезно, я вам скажу так. Я считаю, что если улитка растет, значит она все-таки усваивает кальций, который вы ей даете. Вот, например, я своей кае давала мел кормовой, и ну как бы даю ей кормовой мел, вот он, собственно. И она растет, как на дрожжах, растет очень быстро и растет хорошо, значит она усваивает этот мел. То есть я считаю, что не обязательно там, блин, три тысячи кальциевых подкормок, чтобы улитка точно что-то усвоила. Если ваша улитка, например, не растет, вы даете ей мел, а она не растет, значит, возможно, она не усваивает кальций. В общем, я такого мнения придерживаюсь. Ну, и в общем, что я хочу сделать. Я сейчас эту скорлупу яиц помою и проварю, чтобы она подвергла своей какой-то термической обработке. Потому что если не подвергать ее этой обработке, то там может быть сальмонолос. Ну, в общем, опасная очень вещь, которая может присутствовать в самой курице и, ну, конечно же, в куриных яйцах. Даже в скорлупе. Это реально очень опасная вещь. Для улиток она не опасна, но опасна для человека. И даже очень смертельно опасна. Поэтому, ну, вы же не стали бы есть, например, сырые яйца или сырую курицу. Правильно? Правильно. Итак, поставила я вариться наше яйцо. Точнее, нашу скорлупу яиц на медленный огонь поставила. Думаю, пускай он здесь полежит хотя бы минут пять. Вот, итак. Конечно, вы спросите меня, Свет, не проще было бы просто отварить яйца. Например, съесть яичко, а эту скорлупу как бы, ну, перемолоть и отдать улитке. Да, так намного проще. Собственно, так и делайте. Потому что так намного проще. Но есть одна проблема. В нашей семье, ну, вот мы живем вместе, я и муж, и никто из нас не ест вареные яйца. Ну, не едим мы. Вот, ну, не знаю. Ну, не нравится нам. Вот, не едим и все. Поэтому мы не варим яйца. Мы делаем омлет. Яичницу омлет по утрам, например. Так вот и да. Мы так делаем. Поэтому у меня не было такой возможности. Потому что я, ну, не знала, куда бы дети обычные просто яйца вареные. Потому что мы их бы не съели. Кстати, пока варятся наши яйца, хотела с вами поговорить. Первое, что я хотела узнать, кто из вас из Саратова. Есть ли кто-нибудь, кто смотрит меня из города Саратов или из Энгельса. Потому что весной у меня будут кардинальные работы с моими цветами. И я буду делать кардинальную обрезку некоторых своих растений. Например, мандаринов. Вот у этих мандаринов, так как здесь одна веточка, а этого быть не должно. Их должны быть как минимум две после обрезки. Я буду здесь их обрезать. И здесь получаются такие классные череночки. Эти череночки очень не хотелось бы мне выкидывать. Потому что они такие массивные получатся. Хорошие, с хорошими листьями. Конечно, выкидывать было бы их жалко. Но обрезку надо мне провести. И поэтому я бы могла вам подарить такой череночек. Так сказать, если вы из города Саратов. Или если вы из города Энгельс. То мы с вами могли бы встретиться, например, где-то в центре Саратова. И я бы вам просто подарила эти череночки. Поэтому если кто из Саратова, то пишите. Ну, такие вот они мандаринчики. Зеленые, красивые. Итак, еще хотела я вас поблагодарить. Всех тех поблагодарить, кто мне помог с собакой. То, что я долго думала по поводу собаки. Брать или не брать. Я вам скажу честно, что я не спала, наверное, дня два. Две ночи я не спала вообще. Я все думала, гадала. Брать, не брать. В общем, сомнений было куча. И я решила, что я не буду брать собаку. Потому что я к ней на данный момент, на данном этапе я к ней не готова. И я решила дождаться того момента, когда у меня не будет сомнений. То есть я возьму щенка только тогда, когда сомнений не будет вообще. То есть все, хочу собаку, все беру. И вот когда появится и настанет такой момент, тогда я заведу щенка. Вот так вот там. В общем, спасибо всем тем, кто меня поддержал. Кто дал мне советы. Также кто мне помог с выбором. Всем тем, кто писал мне комментарии под тем видео. В общем, я вам очень благодарна. Правда, спасибо вам огромное. Так, ну что ж. Я думаю, что пора уже яйца снимать. Давайте их молоть. Что ж, ребят, мы высушили скорлупу яиц. И сейчас предстоит у нас веселое дело. Вы сейчас, наверное, будете надо мной просто угорать. Пока мы тут сушили эту скорлупу, у нас уже стемнело. О, Мэнни, привет, дорогой. Привет, мое солнышко. У нас уже стемнело. У нас сейчас 11 часов вечера. Ну что ж, у меня, значит, такой вот агрегат. Дело в том, что у меня нету кофемолки. Я не могу это просто взять, закинуть в кофемолку. И чтобы мне, да, порошкового образа... Ну, в общем, вы поняли. Поэтому будем пытаться сделать так. Я не знаю, честно говоря, получится хоть что-нибудь или нет. Я вообще без понятия. Но я постараюсь. Ребят, я так делаю, чтобы она не улетала никуда. Получится ли вообще хоть что-нибудь из этого? Получится ли так сделать до порошкообразного... Ну, в общем, до порошкообразного... Ну, в общем, до порошко... Господи, так... Как она называется? Вот, до порошкообразного сделать состояние... Так, ладно, давайте придумаем что-нибудь более интересное. О, как! Да, ребята, я это вам скажу, и это очень весело. Мне кажется, вы, наверное, там сейчас просто с ума сходите от смеха. Вы знаете, мне тоже смешно, но я не знаю, как еще это сделать без кофемолки. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, как можно еще без кофемолки это сделать. Возможно, я просто не очень умная, и вы мне посоветуете что-то более умное. Ребят, я не очень умная. Это вообще, это так смешно. Мы просто взяли блендер и перекрутили в блендере. Я же говорю, я не очень умный человек. В общем, сейчас я это высыплю в какой-нибудь пакетик, и давайте с вами посмотрим, что же из этого получилось. Ребят, я высыпала, и получилось как мука. Они совершенно не колят. Вот я их прям жмякаю очень сильно, они вообще не колят. То есть улитки никак не повредит. Я решила, что это будет у меня храниться в таком пакетике. И, в общем, получился такой, как дополнительный прикорм. Так что я буду улиточки своей насыпать. О, как! Во! Видали? Видали, как круто, да? Скорлупоиц! Кормовой мел! Гоморус! В общем, моя улитка будет расти как на дрожжах. Это точно. Так что, вот, пожалуйста, два вида кальция. Кальцевые подкормки. Я думаю, улиточка заценит. Ребят, я насыпала скорлупу яиц. Вот это вот скорлупа яиц. И Кая ее ест. Она тут достаточно много поела. Я просто немножко забыла включить камеру. Смотрела долго, как она ела эту скорлупу. Потом вспомнила, что надо и вам бы показать. Такое бывает. Ну, в общем, здесь было много достаточно скорлупы. И она ее прям за обе щеки уламывает. Вот тут еще тоже скорлупа. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах Ютуба. Ставьте лайки Кае. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok